И он говорит, что он ровным счётом ничего не сделал. Палец, а палец не ударил. Он ученый, к тому времени научился в философском отделении, по-моему, уже кандидатом был. Ученый. Я так просто приходил на лекции Шалопова падает и просто слышал Шалопова падает. И вдруг через какое-то время он сам говорит, что палец не ударил. И вдруг он начал понимать, что Кришно Верховный Господь, и что ему нужно предаться. Это знание он не получил из книг. Тогда книг не было. Шалопова брал Бхагалакитов, сам читал. Это в самом начале движения. Представляете, ученый в университете закончил университет, уже работал на кандидатской аспирантурах. И он говорит, что это пробудилось во мне естественным образом. Другие ученые, наверное, смеялись бы над ним. Ты какой-то там стал верующим. Это естественным образом. Так очевидно. Кришно Верховный Господь. И вот Гридант Асмагарадж все таким образом пытался организовать, чтобы максимально больше людей соприкоснулись и слышали, что упадут. И он выбрал университет, университетский городок, где огромное количество студентов. Если можно, кто-нибудь воду копить. По посаду. Это был студентский городок. И придали нас на гараж. Группы и другие спрятаны в замечательном образом организовали программу, очень привлекательную. Они устроили баджины группы, пели. Дьога была. Потом фасад раздавали все. Очень привлекательные блюда. И он так подугадал, чтобы большой первый рыв был в это время. Все студенты находились за пределами аудитории. И они пришли в этот лагерь, который разбил. Разбили преданными. Со всеми там какие-то выставки тоже были. И все собрались. И вот такой вот самый ответственный момент. Шиллопад появляется. Гасасана. И все уже было направлено на то, чтобы все уже догадались, что сейчас кто-то должен появиться здесь. Какое-то объявление. И все ждали. Еле по садам сидят студенты. И Шиллопад появляется. Садится на асану, очень украшенную, красивую. И начинают лекции. Самый такой кульминационный момент. Шиллопад начинает лекции. И он, к удивлению, Гриданат Махараджа, начинает рассказывать о творении Вселенной. Каким образом творится эта Вселенная. И вот Шиллопад начинает рассказывать, как Маха Вишну воздержит на причинном океане. У него четыре руки. И каждым вдохом и выдохом из его пор появляется Вселенная. Вы сейчас слушаете и, естественно, полностью доверяете моим рассказам. Но представьте, студенты, которые учатся уже и выросли в определенных представлениях, что касается этого мира, возникновения этого материального мира. То есть, другими словами, на теории Дарвина. Материалисты, другими словами. И учатся материсты сидят и слушают, что эта Вселенная, которым они живут, возникла и спор. Вот Маха Вишну. Маха Вишну, какое-то существование четырьмя руками. И вот Вселенная возникает. Шиллопад рассказывает. Потом сам Маха Вишну снова в форме уже другой. Гарбхадака Вишну входит в каждую Вселенную. Вот эта Вселенная, яйцеобразная Вселенная. И он наполовину эту Вселенную заполняет своим потом. Шиллопад рассказывает. Гарбхадака. Он возлежит на океане Гарбхадака. И Хритонет Махарадж, который сидел там, и он оглядывался постоянно, смотрел лица студентов, глаза студентов, думает, сейчас они тут же встанут и все разойдутся. Тут сказки для нас рассказывают. Встанут и уйдут. К его удивлению, кто не вставал и уходил. И все внимательно слушали. Шиллопад на этом не останавливался. Он продолжал. Закрыв глаза, он рассказывал. Потом Гарбхадака Вишну возлежит на этом причинном океане. и из его пупка вырастает лотос. А потом на этом лотосе, лотос раскрывается, на этом лотосе появляется Брама с четырьмя головами. Вы тоже можете представить себе, да? Из пупка вырастает лотос, и человечек появляется с четырьмя головами. Гарбхад Махарадж сидит и смотрит. Сейчас студенты встанут и уйдут, её ещё более-то обсмеяют, не знаю, закидают чем-нибудь. Студенты в пятый, шестой курс, в четвёртый курс. И к удивлениям никто не выходит. И все, наоборот, с подушевлением слушали. Ну, дальше Шиллопад продолжал, соответственно, рассказывать. Потом Киртан попил. И суть этой истории, опять я хочу подвести к тому, что мы не должны бояться говорить о Кришне. Тем более, когда Шиллопарупада чисто преданный говорил, даже на отвлечённые темы с людьми. Иногда он разговаривал с людьми, говорил, все ли зубы ваши на месте. То есть он с пожилым человеком встретился, ну, как-то разговаривал. Этот человек не очень любил преданных, потому что преданные там ходили, повторяли мантру, рано вставали. Сосед по соседству жил. Он особо не был в восторге от преданных, но Шиллопарупада всегда любил. Там Шиллопарупада просто обратился к нему, как, зубы на месте? Сказал, нет, зубы. А Шиллопад сказал, у меня все на месте. Какие-то такие беседы вел, простые, житейские. Но при этом, когда чистый преданный, Чистый преданный говорится, что Его глаза у мужчины бальзамом любви. И где бы, куда бы он ни посмотрел, он видит Кришну. И когда он даже рассказывал о Гарбхаде Акашаевишне, потому что мы сегодня будем говорить немножко об этом, Гарбхаде Акашаевишну, Кширда Акашаевишну или Махавишну все они являются ангша или экспансией Господа Кришны. Кришна является источником всех аватар. И все они находятся в теле Кришны. И они не отличны от Кришны. Соответственно, когда он рассказывал даже о Махавишну, он о ком рассказывал? О Кришне. О том, кого любит, к кому привязан. Поэтому он о Кришне рассказывал. И поэтому он не боялся говорить о Кришне. И люди, которые слышали его, они думали, как здорово, как здорово. С уверенностью. Не просто, как он сказал, его глаза у Мащины Бальзама рассказывал и видел. И так было так убедительно, так глубоко поникало сердца. И даже Материна не знает. Поэтому про Госвами Вриндавана говорится как Дииры. Дииры означают святые, мудрецы, те, кто обуздывает свои чувства, ведут благостный образ жизни, добродетельные люди и также негодяи. Преклоняются они тут же. Поэтому не нужно бояться говорить о Кришне. Для того, чтобы не бояться говорить о Кришне, мы должны что делать? Рассказывать. Рассказывать. Да. Слушать и рассказывать. Шаванам киртанам. Шаванам киртанам. Не просто читать, как сказано, да? Должны также делиться. Вот. Поэтому не будете говорить о Кришне. Можно разной темой говорить непрямо. Кому-то, может быть, мы не скажем сразу о Кришне. Есть такое? Да? Но если мы преданы и являемся носителями этой культуры, Бхактики, то люди почувствуют. Почувствуют благо. И также мы знаем, что сперва нужно установить отношения, да? Когда есть отношения доверия, то люди сами будут задавать вопрос. А потом скажут, слушай, ну ты не Кришна? Чего-то пробую точно так же говорить. Точно-точно же слово. Реально. Я хочу спеть с вами баджин. Вы не против? Вот сразу. Тут какая-то опечатка была. Я изменил ручкой. Вот второй куплет будет петься таким образом вот здесь. Нитай чандер. Чандер каруна поибель. Здесь карибель написано. Поэтому я исправил. Вы разберетесь. Только в одном. Двух местах. Пожалуйста. Что у нас так? Потом мы испоем этот баджин. Мы немножко поговорим об этом баджине. Потом я перейду к теме бхакти. И завтра мы продолжим. Тема бхакти. Завтра у нас будет полностью посвящен бхакти. Вот. Мы будем что-то вставать. Мы начали бхакти с рассказа о Шваде. Я думаю это очень будет приятно. Еще есть? Анатольевич. Анатольевич. На двоих один. На двоих один, да. И мы их специально напечатали большими ручками. По два человек. Вот здесь тоже могут два права. Один. Кому-то, если не хватает, можете посмотреть. Кому-то, если не хватает. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Но иногда мы видим как будто жуем опилку Аре Кришна мы знаем есть разные уровни воспевания, но здесь говорится когда достигнут чистое воспевания святого имени когда чистое воспевание когда произносим Ре Кришна, то Кришна в полной мере проявляет себя и присутствует, Он всегда присутствует в Святом Имени, в чистом воспевании полно себя проявляет, полно означает Его имя, Его форма, качество и Его ливы, игры. И кому, кто повторяет Святое Именно воспевание на уровне чистого воспевания, то, соответственно, Он видит Господа, Он чувствует Его присутствие. Поэтому Его волосы стоят дымом, а Кришна здесь, слезы начинают течь, Он рядом, Он показался в мгновение, Он смотрит, а Кришна здесь, Он ощущает, чувствует явное присутствие Господа. Вот об этом надо думать, когда же Я? Все мы хотим этого, мы все стремимся к этому. Мы знаем, что Харидас Такур, Амнам Ачарья, он сколько, мы знаем все, сколько Он повторял кругов? 300 тысяч имен. 300 тысяч имен означает, если в кругах 192 круга, каждый день. Как можно повторять? Представьте себе, Вы Вам поставили такую задачу, эти 190 кругов. Очень сложно, но тот, кто чувствует присутствие Господа, он забывает о всём, просто погружается. Вот, Шалакубада комментирует, говорит, что и этого невозможно достичь, этого уровня до тех пор, пока мы не получим милость. И на уровень чистого воспевания невозможно подняться, если мы не получим милость. Милость кого? Господа. Да, в следующем куплете говорится, посмотрите. Только если Нитянанда прабыл. Нитянанда. 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 Кто? Кто знает? Вы все как члены Бхакты Валикши, как правоведники должны знать, кто такой Нитянанда. Да, это сам Баларам, Кришна Баларам и Нитянанда. И ещё он олицетворяет кого? Изначального? Учителя. Учителя. Да, Нитянанда — это учитель. Изначальный. Это изначальный принцип духовного учителя. Без духовного учителя. Поэтому Нитянанда. И вот Нитянанда говорит, только тогда, когда я обрету милость Господу Нитянанды, только тогда я могу избавиться от самсара басана. Басана означает впечатление, желание, очень глубокая привязанность к этому материальному миру или телесное представление о жизни. Привязанность к этому миру. И весь этот мир, все привязанности наши, если мы получим милость Нитянанды, то они превратятся в туча хабре. Туча означает буквально не имеешь никакой цены. И с простым языком как мусор. Все эти привязанности, которые нас держат, они покажутся как мусор. Кто-то может испугался, да? Может быть надо быть осторожным с милостью Нитянанды. А как насчет детей, жены, мужа? Привязывайте. Если вы получаете как Друва Магарадж. Шамад Багахом описывается в четвертой песне по Друва Магарадж. Друва Магарадж, пятилетний мальчик отправился в лес по совету своей матери. Он хотел получить царство, которое превосходит даже царство его деда. А кто его был дедом? Никто иной, как Брам. О котором мы говорим четырехголовый Брам. И он был дедушкой. А у дедушки какое царство у него? Вселенная. Он хотел получить больше, чем эта Вселенная. И с этой целью он отправился и за шесть месяцев. Он получил Даршин Господа. Потому что когда он изъявил своё желание своей матери, он сказал, что ты хочешь получить больше царства, чем твой дед, твой отец и соответствует твой дед. Твоё желание может исполнить только Господь. Поэтому отправляйся в лес. Я знаю, что святые отправляются в лес, ведь там ищут Бога. Отправляйся в лес. И он пошёл, подороге встретился. Кто ему? Представитель? Представитель Нитянанды Мадамони, духовный учитель. И он немножко пожурил его, проверил его, насколько он решительно настроен. И дал свои благословения. После этого он дал также подробную инструкцию, как совершать свою аскезу и как совершать преданное служение, с помощью которого может увидеть Господа. И Господь явился ему через шесть месяцев. Прежде чем наступил этот момент, когда он получил даршан, что он сделал? Он остановил дыхание своё. Вместе со своим дыханием он остановил дыхание всей Вселенной. Перекрыл воздух во Вселенной. Потому что он благодаря своей аскезе вошёл ритм с вселенским дыханием. Он вошёл в гармонию, он почувствовал это вселенское дыхание благодаря своей аскезе. А потом сделал задержку дыхания. И вся Вселенная начала задыхаться. Огромное обрел могущество, силу. Маленький мальчик, грубо говоря, потому что в его жилах текла кровь к шатре. Решимость. И вот явился Господь, так как пятилетний мальчик, он не мог увидеть Господа, он не мог подобрать правильные слова, потому что мальчик, и тогда Господь коснулся его рукой, держа в руке раковину. И тут же вдруг начал разносить удивительные молитвы. И что он первым делом сказал? Он сказал, Господь, я был глупцом. До того, как тебя увидел, я был глупцом, который стремился к стекляшкам найти битые стёкла. Все эти богатства, все это Вселенная, даже высшей Вселенной богатства, Царство, к которому стремился, показались при присутствии Господа, когда он увидел Господа. Все эти богатства, привлекательные вещи показались битыми стёклами. Посмотрите, на улице очень много лежат обычно глупые молодёжь, после того, как выпьют пиво, они... Я просто по себе говорю, что ломаем бутылки. Клёво. Ты можешь ломать, видишь? Всё, что хочешь, можешь сделать. И вот битые стёкла. Видите, ребят? И он говорит, я люблю бриллиант. И вот, когда мы получим милость, дейтенант не означает, что как-то решили, пограничили, достали плеча, нет. Мы получаем милость в форме привязанности, в форме пробуждая древнюю любовь к Богу. Поэтому всё остальное... Когда же эта милость прольётся на меня? И... Майя, которая окружает нас, материальной энергией, мы говорим, энергия Кришна, вдруг превратится во что? Не просто мага майю, а йога майю. Энергия Господа. Привязывается духовной, привлекательной формой. И дальше... Наратандас такой поёт... Ну, я ещё пару слов скажу. Вы знаете, как удовлетворить мага лейтенанта? Очень просто. Кто-нибудь знает? Проповедовать джигаймадгайм. Все согласны с этим? Проповедовать. Ещё какие есть соображения? Как можно легко удовлетворить мага лейтенанта? Воспевая внимательно. Воспевая внимательно. Окей, очень хорошо. Ещё? Изучая Писание. Изучая Писание. Хорошо. Да, всё правильно. Проповедую. И вот Прабуд сказал, воспевай свет именно Господа. Что означает воспевать? Помните, недавно Ангерамони Прабуд сказал, что юга дхарма является... Кали-югу... Какое? Проповедь Святого Имени. Проповедь Святого Имени. Воспевание и проповедь Святого Имени. И он подчеркнул, что проповедь. И Нитеранда Прабуд что делал? Сам? Проповедовал. Проповедовал почему? Потому что Чайтани Мага Прабуд ему сказал, дорогой Нитеранда, ты же знаешь, мы пришли и посадили дерево, древо любви к Богу. И это древо любви к Богу содержит в себе столько плодов. Я сам не смогу съесть всё это. Нужно раздавать. Давай я дал приказ Нитеранда Прабуд, пожалуйста. Ты дорог мне, очень дорог мне. Ты не отлично от меня. Поэтому, пожалуйста, распространяй любовь к Богу. Воспевай Святого Имени на Госуду. Что и делал Нитеранда Прабуд? И что делал Нитеранда Прабуд? Он ходил от двери к двери. Бреддам нас такой поёт в своей молитве к Господу Нитеранде. Говорит, что Нитеранда Прабуд ходил от двери к двери и стучался каждый дом. Приходил. И там люди спрашивали, кто там? И Нитеранда Прабуд говорил, это я. Дружащим голосом. Оу! Кто же там? Надо узнать. И они открывали дверь, они видели перед собой Нитеранда Прабуд. Огромного. Я в себе Нитеранда Прабуд. Нитеранда Прабуд, Нитеранда Прабуд. Нитеранда Прабуд. Нитеранда. Тот, кто постоянно находится в блаженстве. Нитеранда. Нитеранда. Нитеранда означает вечное, Ананда. И он навсегда обвинён. И в Чайтане Чаритамрите, Чайтане Бхагавата описывается, как спутники Чайтаньи Магабрубы, включая само Чайтаньи Магабру, Вроде иногда обращались и говорили, что это пьяница, литеран постоянно пьяный, пьяницами общаются. А Ванута был опьянен любовью к Богу, поэтому он пошел до Джигай Матхай, потом Джигай Матхай были настоящими пьяницами. И вот литеран на пробу стоял, открывает люди дверь, литеран на пробу стоит с огромными лотосными глазами, красноватыми и увлажненными. Постоянно он проливал слезы от любви к Господу, разнеся святые имена. Люди встречались с глазом на глаз в ладони, а потом спрашивали, что вы хотели? Ветеран правосложил в ладони, они думали, что что-то надо попросить, что-то подаяние. Ветеран правосложил в ладони, и он говорил, пожалуйста, произнесите имя Господа Галраны или Харей Кышны Махамантру. И он так просил. Естественно, никто не мог отказать литерану праву. И литеран праву сам из своего сердца говорит, пожалуйста, произнесите имя Галраны, Харей Кышны. И люди говорили, Харей Кышна. Галраны, Харей Кышны. И тогда литеран да праву услышал, как это Джива произнесла святое имя. Все. Он тут же, вот здесь говорится, волосы ставали дымом, тут же падал на землю и крутился. В экстазе. Потому что он изначально духовный учитель. Принцип духовный учитель. Тот, кто один раз произнес святое имя, он уже что? Он тут же уже в список ключом. Святое имя. Он произнес святое имя. Особенности. Иисус нитеран да праву. От парампоры получен могущество святое имя. И Мирдаму нас так же поэтично описывает, что он крутился на земле. Он покрывался пылью. И он выглядел, как золотая гора, покрытая пылью. Нитеран да праву. Поэтому, если вы хотите доставить удовольствие Господу Нитеранде, что нужно делать? Повторять святое имя и также распространять. Юга дхарма. Воспевать святых имен Господа и проповедь святого имени. Тогда вот тут же Нитеранда праву возьмёт под своё крылышко духовный учитель, проявляя через себя, через наших доброжелателей, духовного учителя, Шекша Дикша Гуру. И он будет заботиться о нас. И непременно мы освободимся от всех затягивающих влияния материального имени. Такова милость Нитеранде может. Поэтому, пение святых имен, санкетана и проповедь святого имени. То, что доставляет удовольствие Господу Нитеранда. Также можно упомянуть, Шелепрукада говорит, что из всех наставлений, которые даёт нам духовный учитель, из всех наставлений, самым важным является, кто знает, воспевание или повторение шестнадцати секунгов святого имени. Дальше. В этой молитве говорится, поскольку в этой простой молитве заложена Сиддханта, особенно для нашего введического движения. Нитеранда говорит, когда же я избавлюсь от бишаи, от желания наслаждаться в этом материальном мире, когда же я избавлюсь от сквердных, и в своём изначальном духовном теле мою Вриндаву. Да, мы часто слышим, что можно купить билет во Вриндаву, но нельзя попасть. Не означает, что купить билет и прилететь туда ещё не означает, что вы можете попасть во Вриндаву. Слышали такое? Что это означает? А? Духовное видение. Духовное видение. Получить благословение. Благословение. И недавно я был в Москве и встретился с самим своим другом, и он говорит, я купил билет на Вриндаву, всё уже было, билет на руках и туда и обратно. Он не смог полететь. И он говорил, я понял утверждение Шилову Кады, купить билет ещё не гарантирует нам попадание или посещение святого места в Вриндаву. Какие-то срочные дела вышли, и он не смог полететь, потому что мы сдали билет. Даже если вы прилетите, ещё не означает войти в Вриндаву. И что здесь нужно? Он говорит, когда же я избавлюсь? Когда же я, другими словами, когда же я избавлюсь от телесных представлений о жизни? Когда я войду этот обитель царства любви Вриндаву? Как можно в Вриндаву войти, колоку Вриндаву? Только в своём духовном теле, да? Если так буквально говорить. И вот, чтобы понять свои отношения с Господом, дальше поёт, говорит. Обращается к кому? Господом Бриндаву. Господом Бриндаву. Потому что во Вриндаву есть царь и царица, или хозяин и хозяйка. Кто они? Нанда Махараш. Нанда Махараш, ещё Дамата, да? И ещё? Рада Кришна. Вот, мы говорим, что... Часто говорим, что без милости Шимати Радхара невозможно попасть туда, во Вриндаву. Без милости Кришны невозможно попасть во Вриндаву. И вот, чтобы попасть туда, мы должны знать, вот, кого нужно носить. И это можно узнать у кого? В прошлом. Госвами Вриндаву, их труды. Опять-таки, то же самое. Это представитель Нитянанды Прагуб. Чайтани Махараш пришёл, и после себя оставил что? 8 стихов Шикшартака. Но своих спутников, близких спутников, он попросил, чтобы они написали труды. Написали, как заниматься предупсужением. И Рупа Гасвами. Начинается Рупа Рагунатхападе. Мы сегодня будем говорить о Бхактии, основанной на Бхакти-шастрах, основанной на главном из писаний Бхакти-шастрах. Один из главных. Где сформулирована доктрина чистого преданного служения, которая позволяет нам войти во Вриндаву. Определение чистого преданного служения. И это мы можем узнать из трудов. Гасвами Вриндаву, которые написали труды непосредственно по приказу Чайтани Махараш. Гасвами Вриндаву. И здесь Маратан Тасков говорит, когда же у меня появится сильное желание изучать труды в Гасвами Вриндаву. Только тогда я могу понять эту Божественничество Вриндаву. Единственное, к чему я стремлюсь, достичь Лотоса Стопы, Шри Рупы и Шри Вагунатхи. Маратан Тас непрерывно обращается к ним с этой молитвой. Итак, мы говорили немножко о Святом Имени, что мешает нам воспевать Святое Имя, что нужна милость по поводу Учителя Нитинанды Прагу. Тогда мы можем по-настоящему культивировать Святое Имя, также пробовать Святое Имя, чтобы получить милость. И в конце концов мы можем также понять свою духовную сущность, изучая науку Бхакти из трудов Гасвами Вриндавы. Это вот путь Сиддганта, с помощью которого мы можем достичь совершенства. Понятно? Вроде простая молитва, но здесь доложена очень глубокая наука Бхакти. Теперь мы с вами немножко поговорим. У нас есть ещё полчаса, да? Мы немножко поговорим с вами о Бхакти. Бхакти-йога — это у нас семинар и наша лекция, заглавленка о Бхакти-йога. Бхакти-йога. Может, давайте я после завтрака спать хочется иногда. Я задам, чтобы это было немножко интерактивно. Давайте дадим определение Бхакти. Что такое Бхакти? Как вы понимаете Бхакти-йога? Мы находимся в школе Бхакти. Давайте, поднимайте руки. Преданное служение. Преданное служение. Хорошо. Чистое любовное преданное служение. Бескорыстное. Бескорыстное. Связь с Богом. Связь с Богом. Йога. 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 Удобная связь. Потому что мы связаны с ним вечными узами. Частицы его. Ещё какие соображения? Смелее. Эмоции. Факти-йога — это эмоции. Окей. Сентименты. 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 Эмоции же, сентименты. Да. Эмоции, сентименты — то же самое, да? Окей. Эмоции. Хорошо. Я с этим согласен. Потому что, если вы будете изучать Бхакти Расамрита Синду, Агруппа Госвами разделил Бхакти Расамрита Синду на четыре части. Точно так же, как Океан говорит Бхакти Раса, Океан. Океан преданное служение. Также мы знаем, что есть четыре стороны Океана. Соответственно, четырьмя сторонами Света. Есть южная, есть западная, северная и восточная. И вот, если так изучать Бхакти Расамрита Синду, то только одна часть, восточная часть, описывает процесс или практику преданного служения, непосредственно практику, которую мы можем совершать. Какие практики, знаете? Сатана Бхакти. Сатана Бхакти означает, что поклоняться Божествам, предлагать пищу Господу, мыть полы. И всё это, 64 анги преданного служения там описывается в этой восточной части. А все остальные три части, ещё три стороны есть, соответственно, южная, западная и северная, описывает одни эмоции. Одни эмоции, как, как я сказала, сентимент. Сатана Бхакти. Появляется хава. Хорошо, ещё есть определение. Свобода от карми гьяны. Свобода от карми гьяны. Хорошо. Свобода от карми гьяны. Испреместные. И прекращающиеся представители, продолжающие вещи. Хорошо. Ладно, я дам определение. Свобода от карми гьяны. Простой, а потом более глубокой, на основе Бхакти Расамбитас Хинди. Что интересно, на хинди, на хинди, наше движение, как называется? Ну, не на хинди, вообще наше движение, ИСКОН, это аббревиатура. Как перевести его? Международное общество сознания Кришна. Бхакти, сознание, сознание Кришна. И что интересно, если взять аббревиатуру, ИСКОН, с английского. International Society for Krishna consciousness. С другими словами, три буквы относятся к чему? КОН и Международное общество сознания Кришна. На английском вот так вот пишется, да? Международное общество, society for Krishna. Здесь Ф нет, Кришна. И дальше три буквы? Кон. 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 И кон это к чему относится? Кончишна. Кончишна. Кончишна означает что? Сознание. 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 Или умонастроение. Или эмоции. Очень важно. Наше движение не является обществом сознания, деятельности или что-то ещё. О сознании. Мы сегодня будем говорить, я буду говорить, так как бхакт-йоги будем говорить, я буду говорить о секретах, простых секретах, которые находятся очень рядом, но в то же время мы можем и наглупускать, забывать. И они могут идти очень далеко одновременно. Очень простые моменты. Хорошо. На хинди звучит очень интересным образом. Называется на хинди Антараштрия Кришна Бхавана. Амрита Санга. Санга, слово знакомое, да? Санга. Если так буквально перевести, то это сознание Кришны, это санга. Общение. Для того, чтобы почувствовать или осознать нектар Кришны. Если так буквально перевести, сознание Кришны. Эмоции. Почувствовать вкус. Для этого. Общество сознания Кришны. Хорошо. Сегодняшняя тема у нас, бхакти, я напишу стих, который все мы должны знать. Вообще мы должны знать наизучить. По крайней мере, когда вы дойдёте до бхакти, шастри, когда будете изучать бхакти, шастри, бхагавад-гиту и первые главы, бхакти-расамрита-синду, то, соответственно, вы должны первой очередью выучить этот стиль. Это бхакти-расамрита-синду, или бхакти-расамрита-синду, или нектар предности. «Нектар преданности». Книга, которую Павел перевёл. Это бхакти-расамрита-синду стих. Одиннадцать. Первая глава, одиннадцатый стих. И вот первый стих, одиннадцатый стих. И это является Парибасасутрой. Парибасасутра означает «определяющий», или «самый важный», или «тема» этой книги, где он даёт в одном стихе, ясную излагает, в одном стихе он вкладывает, объясняет очень научным образом чистый бхакт, уттамабхати. Что означает уттамабхати? Чисть и преданное служение, которое доставляет удовольствие Господу, которое является очень могущественным. если мы знаем, как это делать, то мы будем продвигаться по духовным пути, как ракета. Мы же знаем очень много историй, мы знаем очень много примеров, как даже за одно мгновение можно обрести флот бхакти. Если мы знаем, как правильно делать, скажем, этот процесс, обоюдный процесс, мы со своей стороны предлагаем усилия и милость Господу. мы даем определение бхакти из этой лилы, дамодара лилы. Так, все знаете эту лилу? Там всего не хватало сколько? Двух пальцев. Да, Двух пальцев размером, веревка. Мать Ишона не могла связать Кришну. И что инстрирует эта лила? Что два пальца означает, мы должны предлагать усилия и соответственно милость. Вот я могу заверить вас. Это милость, которая готова проявиться подобно реке Ганна, который течет, этот нехтар поток реки течет. Наша задача просто вот оказаться там, в этой воде. Она всегда готова буквально взять вас и унести куда-то. В этом никаких сомнений. Кришна, процесс бхактики. Теперь нам нужно знать, каким образом смочить себя, да? Смочить, чтобы мы не были сухими такими, да? Вот как-то заданнорнуть, окунуться в этот океан, поток реки. Для этого нужно знать какие-то определенные секреты, потому что это научный процесс, удивительный процесс. И об этом мы сегодня будем говорить немножко. Прежде чем я буду говорить, я бы хотел еще раз. Вообще интересно вам, Кадзима, еще вот один момент. Кто практикует сознание Кришны больше, чем три месяца? Окей. А кто меньше? Нет? Хорошо. А кто-то есть меньше? Окей. Хорошо. А кто практикует сознание Кришны больше, чем пять лет? А меньше кто? Окей. Спасибо. Спасибо. Ну понятно. Там уже десять, двадцать есть. Слышим? Хорошо. Так. Перейдем непосредственно. Вот пять составляющих этого степа. Группа Гасвами. Группа Гасвами. Три из них. Три из них. Три секрета. Можно назвать секретом. Открытый секрет. Три секрета. Из этих три составляющих непосредственно относятся к бхакти. Непосредственно бхакти. Без них бхакти не может состояться. Мы не можем назвать это бхакти. Если нет, три составляющие. Три. И какие это составляющие? Я пишу. Я не буду сейчас стих разбирать более подробно. Потому что дам, постараюсь как бы с простым языком, чтобы было понятно для всех, как-то уже пользоваться. Значит, смотрите. Первое. Бхакти может быть, потому что вы дали уже определение, постарались, что такое бхакти. Первое. Разве может быть бхакти, если нет кого? Кришна. Как сказали? Кришна. Поэтому Кришна. Связь с Богом. Да, связь с Богом. Потому что бхакти к кому направлена? Любовь вообще может быть в одиночестве? Нет. Нет. Кто-то должен быть. Объект. Самому себе. Самому себе. Да, есть такое. Называется Ахангру Пасанам. Магава Бхитти, конечно, описывает. Моя ваги. Они думают, что я Бог. Соответственно... Хорошо. Поэтому это уже не бхакти. Любовь к себе это будет... Не знаю. Кто-то не бхакти, это... Эгоизм. Эгоизм, да? Да? Не знаю. Эгоизм. Что это такое? Я в центре, в общем. В центре я, соответственно, все должны его... Эгоизм, да? Не способен человек давать или устанавливать отношения. Поэтому первое, мы говорим Кришна. Первой составляющей бхакти. Так, теперь мы должны немножко обсудить. Кто такой Кришна? Верховная Личность Бога. Верховная Личность Бога. И это означает, что только поклонение Кришне... Или Кришна это нечто большее? Больше. Обладает. Качество. Да, да. Он Личность. Это все признаки Личности. Он Личность больше. А посмотрите вокруг. Сейчас вокруг посмотрите. Мы находимся в алтавной комнате. И мы сегодня пели Гуру Пуджу. Если кто-то был на Гуру Пуджу, я проводил арати. То такую же арати мы проводим? К Господу, Кришне. Соответственно, бхакти означает, что может быть еще? Действие. Действие. Его энергия. Его энергия. Ближе, ближе. Ближе. Потому что Кришна является источником всего. Кришна Ишвара Парама. Кришна Сачитананда Диграха. Анади Ради Говиндам Схарва Карана Карана. Соответственно, Кришне не просто. Он вмещает в Себе все. Из него исходит, мы сегодня говорили. Из него исходит Ангша, первая экспансия Баларам. Из Баларама исходит, если вы изучали Шамад Бхагат, нам описано, из него исходит Санкаршана. Из Санкаршаны исходят четыре воплощения. Анирутха Васудева. Санкаршаны Прадьюна. А потом снова, из этой Санкаршаны исходит Кала. Кала означает часть полных частей, это Маха Вишну. Из Маха Вишны исходит Гарбхадакашай Вишну. Из Гарбхадакашай Вишну. Ширдакашай Вишну, которая является параматным в сердце каждого. Все это Кришна или не Кришна? Одновременно Кришна и также не Кришна. Потому что все они Вишну Татвы. И Кришна вмещает Себе, потому что Он Аватари. Он источник всех аватар. Соответственно, в Бхакти может быть также поклонение или установление отношений с Вишну Аватарами, Нарайной формами и так далее. Согласны? Также Кришна его энергии. И какая энергия? Еще есть в Вибхинагши. Вибхинагши означает отделенные части полных частей. Это Джива Татва. Дживы. Также есть среди Джив Шахти Вишаватары, уполномоченные и Татвствующие, Шилаврупада, который является... Ну, мы не будем много говорить об этом. Вообще, это тема другого семинара. Просто пару слов. Шилаврупада пишет в «Видении» Бхагавадгити, что одна женщина спросила у него, а зачем там еще Бхагавадгита? То есть, когда он переводил Бхагавадгит, он хотел издать Бхагавадгит. Одна женщина... Шилаврупада пишет. Одна женщина спросила, а зачем еще одна Бхагавадгита? Потому что у нас уже существует Бхагавадгита. К тому времени, Шилаврупада пишет, уже около двухсот переводов Бхагавадгиты было. В Америке. Двухсот переводов. А зачем тогда еще одна Бхагавадгита, уже есть и есть Бхагавадгита? И знаете, Шилаврупада перевел Бхагавадгиту и написал Бхагавадгита, как она есть. До этого было столько Бхагавадгит, люди читали и так далее, но ни один из них не стал... Кришна ясно, недвусмысленно прямо говорит. Сарват дармам паритятча маме камшарана мраджа. Придайся мне. Как только Шилаврупада перевел Бхагавадгиту, с этого началось вот это вот движение. Исколь. Движение Шичайтаньи Магавадгаву. Потому что, как в Чайдань-Чаритамрте, между беседой Шичайтаньи Магавадгита и Валапхачари, о котором сегодня Баларам упомянул, есть стих при разговоре между ними, в Чайданье Магавадгаву, Валапхачари. Там говорится, Кали Калера Дхарма Кришна Намас Санкиртана. В Кали-югу дхармой или методом самосознания является что? Кришна Намас Санкиртана. Воспевание святых имен Господа. Так? Так. Правильно. В Кали-югу мы знаем, что в Кали-югу методом самосознания является повторение святых имен Господа. Санкиртана Яги. Теперь дальше говорится, Кришна Шакти Вина Наги Тараправатана. Но никто не может распространять это святое имя, предназначенное в Кали-югу, в Югодхарму, если он не помазан благословением или полномочиями самого Господа. Кришна Шакти. Если Кришна не наделяет, или мы говорим Шакти Авеш. Авеш означает буквально тот, кто несет это Шакти. Никто не может распространять это. Посмотрите. Шилабурпад как только перевел, все мы побежали за Кришной, прочитав книгу Шилабурпады Бхагава Агита, потому что там ясно, это может раскрыть тот, кто является самым преданным, тот, кто является полномочным. Поэтому теперь понимаете, что означает поклоняться Кришне? Бхакти. И вот элемент, это один из важных элементов Бхакти, составляющих Бхакти. Мы еще только одно говорим. Кришна, значит, вмещает себя. Кого? Все вишну аватары. Так же? Энергии. То есть вибхинангши. Мы отделенные части, соответственно, чистых преданных. Это тоже будет Бхакти, если мы служим Ему. Это Бхакти. И так же обычным живым существам. Всем живым существам. Это тоже, если мы в правильном свете выражаем почтение, это будет в рамках Бхакти. Вот скажем, Кришна говорит в Бхагавадгита 4 главе. Вам вопрос. 4 главе 34 стих. Кто-нибудь знает этот стих? Чтобы узнать истину, Кришна говорит, если ты хочешь узреть истину, если хочешь познать истину, что сделай? Обратись к духовному учителю. Не просто обратись, вопрошай его. Три вещи рекомендую. Кришна. Пранипат, парипрашна и севая. Придайся Ему, обратись к Нему, потому что Он знает и не знает. Ты должен, сперва, понять, что ты нуждаешься в помощи, в милости. Ты взошел в тупик. Теперь ты должен вопрошать, спрашивать. Поэтому обратись к духовному учителю, который узрел. Таттвавит. Или Таттвадарши. Тот, кто узрел истину. Вопрошай его и служи Ему. И что дальше будет? Дальше вопрос. Если ты уже делаешь это, предался к духовному учителю, служишь Ему. Что дальше? В следующем стихе, Кришна 35 стихе объясняет. Результатом этого, обращения к духовному учителю и предания вопрошания, и получения милости, ты увидишь, что Я нахожусь во всех живых существах. И все живые существа находятся во Мне. То есть такой преданный начинает, что? С уважением относиться к каждому. Это мы сейчас только одну часть рассматриваем. Я дальше не буду углубляться. Вернемся к этому. Здесь я рассказываю также о разных уровнях преданных, видении их. Вот есть конечный дикари, матьяма дикари. Матьяма дикари как видит? Он означает преданных. Очень важно для проповедника. Он, Майтри, любовь. Майтри означает дружба. Према означает, он любит Господа. Соответственно, если он любит Господа, он любит также все живые существа. И он, а потом обязательно, Майтри дружит с другими ващиновами, преданными. Он дружит с равными. Он проявляет заботу о младших и также избегает, там говорится, избегает враждебно настроенных. Это тоже уважение. Уважение на расстоянии. Поэтому, какие-нибудь вопросы есть к этому? Кришна? Первый только элемент. Сейчас мы вас объясним. Второй. Без которого Бхакти не может быть. Второе. Естественно, если мы Кришна, значит объект поклонения. Соответственно, должен быть процесс. Каким образом мы можем поклоняться? Да? Что мы должны делать, чтобы поклоняться Кришне? Чтобы заниматься Бхактией. И это называется ануши ла нам. Ануши ла нам. Ану означает следуя. Следуя по стопам. Следуя нисходящему процессу, который приходит к нам от духовных учителей либо парампари. Это научный процесс. Мы не можем придумывать. И они основаны на священных писаниях, на ведах. Этот процесс. Практика предуслужения. Научный процесс. Как народа Панчарата и говорится. Ашрутти смрити пурана ади панчарастра бидхим вина. Айкантти хирир бакты ут паттая им калпатя. Предуслужение не основано на священном писании. Ашрутти смрити. Это просто будет вызывать беспокойство в обществе. Поэтому это очень научный процесс. Ануши ла нам. Туда что входит? Я сейчас напишу здесь. Что означает? Шестьдесят четыре составляющих или анги предуслужения. Анга. Или шестьдесят четыре. Или шимадбхахма описывается девять процессов предуслужения. Кто не знает девять процессов предуслужения? Шаванам. Киртанам. Мишнохсмаранам. Арчанам. Патасеванам. Ванданам. Сакьям. Атманеведам. Дасям. Атманеведам. Вот девять процессов предуслужения. Шимадбхахма описывается. И седьмой песни про Хладмахараш. Также мы можем здесь сказать. Чайтани Магапрабу выявил. Чайтани Магапрабу, там есть группа Госвами, Бхатериасамат и Синду. Из всех этих четырех, шестьдесят четырех ангд предуслужений он вывел пять самых могущественных. Какие они, кто знает? Слушание Шимадбхахма. Слушание Шимадбхахма. С Шимадбхахма. Воспевание Святого Имени. Воспевание Святого Имени. Проживание Святого Мести. Проживание Святого Мести. Общение. Общение с преданными. Поклонение Божеством. Спасибо. Пять могущественных процессов преддружения. Из всего моего. Вот все это относится к Анну Шилану. Общение с преданными. А потом еще можно вывести самое главное из плетей. Кто скажет самое главное? Общение с преданными. 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 Мы просто благодаря общению саду, благодаря общению с святыми, благодаря общению с преданными всё постигаем. Даже святое имя, мы не способны повторять, если мы будем общаться и постигать в общении тайну оспевания святое имя. Поэтому я говорю, но человек там, где говорится что? Оспевание святое имя, самое главное, святое имя. Но мы поставим здесь, то есть вместе с тем, мы поставим здесь цифру 2. Почему? Потому что его будет чилиц. Святое имя и саду санга. Об этом много стихов, чайдан чаритами также говорится. Саду санга и намакирта. Саду санга и намакирта. Саду санга, если мы правильно общаемся с саду сангой, то мы будем вдохновляться и повторять святое имя. Если мы будем повторять святое имя, мы углубим своё воспевание святого имени, мы будем бежать к саду санге. Мы будем стремиться к саду санге. Поэтому они идут вместе. Их нельзя разделить саду сангой и намакирта. Об этом тоже можно говорить, целый семинар. Вот я сейчас к нам приезжал, Мадваната пробул, и он читал нам лекции 10 об этом. Саду санга намакирта. Насколько важно? Саду санга намакирта. Вот это всего два составляющих. Мы завтра будем более детально обсуждать, там есть очень много тонкостей, грани. И третья составляющая, без которого не может быть бхакти, даже если они присутствуют. Это не будет уттама бхакти. Даже Кришна есть. И даже есть анушилана. Пример какой-нибудь. Хотите приведу? Понятно, да? Даже если вот эти есть Кришна, это еще может не обязательно бхакти будет. Пример. Возьмем Камсу. Объектом его медитации он думал о ком-то. Знаете, кто был, о ком он думал? О Кришне. О Кришне он думал. И вы знаете, в Смаранам памятование Кришне, он может переплюнуть всех нас вместе взятых. И даже может быть, не знаю, подумайте, где есть преданные. Самых лучших преданных может вспомнить. Он всех-всех-всех превзошел. Потому что он спал, думал о Кришне. Он даже когда видел своих жён, он тут же вспоминал о Кришне. Мы не можем вспомнить, даже когда яблоко увидим о Кришне. Слюна начинает течь. Я же преданную должен предложить. Или что они такое вкусные? А он даже сверх жён. Когда даже жены приносили ему фрукты, он видел Кришну везде. Везде видел Кришну. Вот, допустим, жена один день одела жёлтый сарик. Кришна, Кришна, Кришна. Эй, о чём ты? Я в туалетже. Кришна. И он испугался, убежал. Передом фрукт. Постоянно помнила Кришну. И более того, он также занимался Шриланом. Шриланом практика памятования. И доставлял удовольствие Кришне. Знаете, каким образом? Он Шриланом доставляет удовольствие Господу. Практика доставляет удовольствие Господу. Когда мы что-то преподносим, что-то делаем при этом усажении. Потому что направлено Кришну. И он доставляет удовольствие Кришне. Кришна был счастлив. Вот скажем, как бывает, дядя, да? Дядя племяннику посылает на день рождения или на какой-нибудь праздник какую-нибудь игрушку. Потому что он был племянником. Потому что он был племянником. То есть Кришна был племянником Камса. Камс был дядей. По материи и скверения. И вот племянник играет с игрушкой, через какое-то время доставляет удовольствие. Потом берет эту игрушку и ломает. И все игрушки ломаются со временем. Лучше дети играют со мной. Также Камса каждый день отправлял Кришне, чтобы Кришна мог поиграться в какой-нибудь игрушке. В форме различных демонов. Чтобы они убили Кришну. Ну, появлялся там кто? Кеши, демон Кеши. Или вот Аслы, как его? Дену Касура. Потом Праламбасура. Тринаварта. Кришна покатался. Доставило удовольствие Кришне все это? Непременно. Кришна покатался так здорово. Полетел, посмотрел на Вриндаван сверху. До смерти, да? Это огромное удовольствие доставляло. Но это не является бхактой? Нет. Это не является еще бхактой. Уттам бхактой точно не является. Хотя все есть. И что интересно, там говорится, что Кришна вместе с пастушками, они так погружались в лилы во Вриндаване, что забывали, что у них есть такие узелочки, которые Матишода для Кришны, соответственно, другие материагопии, собрали для своих детей, чтобы они могли пообедать там разные вкусности, сладости. И они полностью забывали погружившись в игры. И тогда, появлялся какой-нибудь демон, Кришна расправлялся с ними, поигравшись немножко, а потом тут же вспоминали, о, надо же покушать. И они садились и кушали. Удивительно. Служение? Возьми, нет, тоже. Доставляло удовольствие Кришне. Кришна, допустим, иногда испытывает желание размять кости, с кем-то подраться, побороться. Возьми не доставляли какие-то демоны, приходили и боролись с ними. Почему я тебя искоряю? Ну, особый. Вот. Это ещё не является бактой, если нет третьего. И это наша будет завтрашняя тема, где мы будем сосредоточить на это. Это анукульена, камер, анукульена. Анукульена. Это означает осознанное желание. Осознанное желание доставить удовольствие Кришне. Или намерение наше, намерение, мотив. Можно ещё. Лучшее слово я, которое подобрал, намерение. Намерение. Или мотив. У Камсы какой был мотив? Убить. Хотя доставляло удовольствие. Убить. Есть философы Майвади, которые тоже хотят философские убить. Поэтому намерение бахти или преданные определяется по намерению. Чистый бахти, тама бахти. И вот буквально одно слово. Если мы знаем этот секрет, доступный секрет, даже мы простую вещь делаем, самую простую. Если у нас есть намерение, это становится очень могущественным процессом. Воспеваем святое имя Господа. Или служим преданным баишнавам. Если у нас правильное намерение, то двери открываются. И в этой двери войдёт этот поток, который протекает. Всегда везде есть поток. Если мы знаем и приоткроем двери, то она тут же войдёт. Также небольшое мы можем делать. Подметать двор. Если у нас правильное намерение, также небольшое. Цветочек. А что-нибудь такое. Это становится очень могущественным. Мы с вами завтра продолжим. Ещё у нас есть два составляющих, о которых будем говорить, которые делают бахтии чище, чисто. Это уже сама бахтия. Ещё делает чище. Два элемента. Мы обсудим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok